Открыл заседание председатель Международного наблюдательного совета РАИС Республики Татарстан Рустам Миниханов. Ключевой целью встречи стало проведение анализа эффективности деятельности центра, созданного еще в 2020 году. Речь идет о научном центре мирового уровня, основные цели которого связаны с решением проблем прироста запасов доступной, легко добываемой нефти с меньшими экологическими проблемами, в том числе на новых территориях. На повестку дня были вынесены промежуточные результаты работы за 2023 год и оценка перспективы практического применения полученных научно-технических заделов. По словам РАИС Республики, результаты работы центра должны прежде всего найти свое применение в Татарстане, на объектах публичного акционерного общества Татнефть и в малых нефтяных компаниях. Кроме того, Рустам Миниханов отметил успехи Казанского федерального университета, в том числе новые проекты Института геологии и нефтегазовых технологий. Пять наших кузов являются участниками программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». Функционируют три передовые инженерные школы, два специализированных учебно-научных центра, инжиниринговый центр, а также межотраслевой центр трансфера технологий. С докладом выступил инициатор создания центра, проректор по направлению нефтегазовых технологий, природопользования и наук о земле Казанского федерального университета Данис Нургалиев. Изначально он представил краткие факты о промежуточных результатах работы научного центра и отметил перспективы их дальнейшего развития. Он также заявил о необходимости наращивания ресурсной базы, в том числе в регионах с развитой нефтегазовой структурой. На данный момент именно это является главным вызовом для России в целом. Глобальные большие вызовы не изменились за это время нисколько, только все они усугубились. Большинство наэзиков, в частности, сегодня считают, что если не произойдет никаких каких-то принципиальных открытых в области термояда или в области высокотемпературной сверхпроводимости, к середине века около половины энергии все еще будет получать из ископаемого топлива. Научный центр мирового уровня осуществляет свою деятельность, начиная с 2020 года. В 2021 году был создан совет, основной функцией которого является оказание содействия центру в реализации его программы создания и развития, а также подготовка рекомендаций по дальнейшему развитию центра с учетом современных трендов и глобальных вызовов. Елизавета Газизянова, Универньюз.